Здарова танкисты, с вами Слим, сегодня вторник, и это значит пришло время ознакомить вас со спецприложениями недели. Плюс сегодня я поведаю вам про танк недели и о новых наборах. С 28 декабря по 3 января в игре вас ждет 2 спецприложения. За любое количество боев, заработав 8000 боевого опыта, вы получите первое спецприложение, это 50% скидка на Т-32 Апроту. Напоминаю, что каждое спецприложение действительно всего лишь 72 часа с момента его получения. С 50% скидкой данный премтанк обойдется вам в 5990 золота. Этот американский премный тяжелый танк 8 уровня имеет барабанную систему заряжания на 3 снаряда. С привычным для Т-32 разовым уроном 320 единиц, с барабана вы можете выдать 960 дамаги. Не особо бронированный корпус танка компенсируется достаточно уверенной игрой от башни. Отличные углы склонения орудия способствуют этому. Помимо повышенной доходности боевого опыта и серебра, данный премтанк может похвастаться еще дополнительным заработком свободного опыта. Доходность этой валюты увеличена у него на 10%. Т-32 Апрота имеет эксклюзивный боевой раскрас в темно-серых цветах. За любое количество боев в сетевой игре, заработав 20 тысяч опыта, вы получите второе спецпредложение. Это 50% скидка на Draugen Lansin C. Со скидкой данный танк обойдется вам в 3950 золота. Draugen Lansin C это шведский премиумный средний танк 8 уровня. Абсолютно картонная машина имеет низкий силуэт и хорошую маскировку. Правда получила не топовый обзор. 105-мм орудие имеет высокий разовый урон базовым снарядом 390 единиц. При этом этот снаряд имеет хорошее бронепробитие в 236 мм. Альтернативой ему служит голдовый хэш-фугас с альфой в 480. Правда пробитие у него всего лишь 210 мм. Орудие имеет неплохую точность, а сам танк имеет хорошую максимальную скорость в 50 км в час. Данный премтанк идет в эксклюзивном камуфляже. В сделке недели вы получите 50% скидку на заэквалайзер М53. Со скидкой данный танк обойдется он в 5170 золота. Эквалайзер М53 это американская премиума 8 уровня, которых в игре не так уж много. Данная арта имеет неплохую мобильность, ведь максималка у нее составляет 56,3 км в час. А также еще одним достоинством является наличие неполноценной башни, которая дает вам отличные углы горизонтальной наводки, что позволит вам комфортнее стрелять по движущимся целям и даст возможность реже доворачивать корпус и соответственно ловить разброс с прицела. На вооружении данной преморты два 155 мм орудия. Одно из них имеет барабан на 4 снаряда и может похвастаться уникальной своем роде механикой залпового огня. Ведь нажав кнопку выстрела всего лишь один раз, данное орудие сразу делает 4 выстрела. К сожалению снаряды не ложатся в точку, а падают в линию. Помимо этого после каждого выстрела вы ловите разброс прицела и снаряды со второго по четвертый выстреливаются без полного сведения, что не лучшим образом отражается на вашей точности. В общем сделать на этом орудии 4 точных выстрела из 4 весьма проблематично. А с учетом того, что на данной пушке ваш разовый урон не такой уж большой, в базовом снаряде он составляет 380 единиц, у голдового 320. Настреливать на данной пушке большой урон весьма проблематично. Хоть на обоих пушках сведение 6 секунд, но на барабанной пушке точность очень сильно хромает. Разброс 0.85. Поэтому как по мне вариант на данной арте играть на классической обычной пушке более приемлемый. Орудие имеет разовый урон в 1250 единиц для базового и голдового фугаса. Само собой, что данную альфу мы будем видеть очень редко в основном по картонным целям, ведь снаряды данного орудия получили более слабое бронепробитие, 88 мм для базового снаряда и 90 для голдового. Стоковое время перезрядки у обоих орудий одинаковое, составляет 24 секунды, время сведения 6 секунд. Как уже говорилось ранее, классический ствол является более точным, его разброс 0.68, что в итоге позволит вам чаще попадать в цель. И учитывая, что вы будете делать один единственный выстрел с полным сведением, в отличие от барабанного орудия, на этом вы будете достаточно чаще попадать в цель. Обратите внимание, что у данной арты заднее расположение башни. Соответственно, мы получили не лучший угол склонения, он у нас всего лишь минус 5 градусов, зато угол возвышения плюс 65. Так что лучше не забывайте, что ствол у вас не гнется, и лучше на рельефе задирайте задние катки, в ситуации, когда вам придется стрелять по низкому ворвавшемуся на вас светляку. Играя на данном танке, вы будете в бою зарабатывать на 10% больше боевого опыта, и на 50% больше серебра. С 21 декабря по 3 января в премиум магазине вы сможете приобрести следующие наборы танков. Набор, который называется 3 Амиго. Сюда входит 3 премтанка 8 уровня, и все они из разных редких серий. Т-34-100 Рагнарёк из серии Кот Красный. Отличный дамагер, который имеет повышенную доходность плюс 75% бонуса к серебру. Лёва из серии Блэйк Эдишн, который может похвастаться бонусом к боевому опыту плюс 75%. И британский барабанный тяж Эрадикатор, который относится к серии танков Холодная Сталь, и является одним из лучших тренажеров для британского экипажа, ведь имеет бонус плюс 75% к опыту экипажа. Данный набор премтанков 40% скидкой вам обойдется в 22 тысячи золота. В наборе подарок из Германии вас ждет песочная техника, Гросс Трактор и ПЗ Т-15. Со скидкой в 50% данный набор обойдется вам в 1275 золота. В набор Твой первый разведчик входит М3 Лайт и Тетерарх. Со скидкой в 50% этот набор обойдется вам в 1250 золота. В набор маленькие и удаленькие входит М2-4Е2 Супер Чаффи и ПЗ-3К. С 50% скидкой этот набор обойдется вам в 2950 золота. В набор мощные середнячки входит ПЗ-5-4 и Т-34 экранированный. Со скидкой в 50% данный набор обойдется вам в 3000 золота. А в бандл с названием Эксперты разведки входит ЛТ-432 и АМХ Чаффи. Этот набор с 50% скидкой обойдется вам в 5050 золота. И финальный набор, который называется Влиятельный дуэт, в состав которого входит Тигр-131 и Т-34-88, с 50% скидкой этот набор обойдется вам в 6750 золота. А у меня на этом все. В следующий вторник подкиду вам новой информации по спецприложениям. Не забывайте заглядывать на канал, ставьте лайк этому видосу. До новых встреч, всем удачи в боях и пока! Субтитры создавал DimaTorzok